Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Что меняется в системе ЖКХ? Из чего состоит капремонт? И на что нужно обращать внимание в квитанциях? Об этом говорим сегодня. В нашей студии главный специалист Ресурсного центра поддержки развития местного самоуправления Наталья Попова. Если у вас есть вопросы, связанные с темой ЖКХ, наш телефон 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Итак, начнем с того, что же меняется в системе ЖКХ, на что нам всем стоит обратить внимание. Ну, отрасль очень подвижная, изменения, ну, мы просто работаем в этой отрасли, знаем про нее. Наверное, в других тоже много изменений, да, но в ЖКХ очень много изменений. Большие изменения произошли в июле этого года, когда изменился жилищный кодекс. И я думаю, что всем собственникам полезно узнать про некоторые изменения. Вот, но начну с того, что вот есть теперь третья форма собраний, проведения собраний собственников. Это очень сложно на самом деле, процедура очень сложная. А решения по управлению домом могут принять только собственники, в том числе установить размер оплаты за содержание и ремонт. Но это очень сложно было, потому что дома большие, многоквартирные, и кворум собрать на очном собрании практически невозможно. Вот, и когда люди собирались, им приходилось потом переходить на заочную форму, то есть повторно каждого собственника уведомлять. А если это там 300-500 квартир, это очень долго, затратно, и решение долго нельзя принять, да. Вот, поэтому теперь вот нас услышали, мы долго очень хотели, чтобы такая форма была. Я думаю, она будет работать и поможет нам очно-заочной. То есть собственники могут собраться, и не только собственники, но и члены ТСЖ и ЖСК также могут использовать эту форму на своих собраниях. Вот, обсудить вопросы на очном собрании, а потом уже принять решение. То есть это предусматривает какой-то бюллетень, решение, опросный лист, вот, уже позднее там сдать такое решение. То есть тот, кто не присутствовал на очном, может заочно принять решение. То есть теперь процентов, вот как раньше было, 51 процент, да? Нет, кворум точно так же считается. То есть в любом случае должны проголосовать за решение более 50 процентов, по некоторым вопросам 2 трети по капитальному ремонту, да. Но есть такая форма, когда можно очно-заочно. То есть не вот очно на улице, например, зимой очень сложно, да, или если нет помещения. Вот, а если перейти потом на другую форму, то нужно заново выполнять порядок уведомления. То есть еще раз ходить. А здесь один порядок уведомлений, не собрались на очном, дальше там активные собственники прошли по квартирам, раздали бюллетени, и какие-то решения таким образом были либо приняты, либо не приняты. Это уже действует? Это действует, нет, это действует, да, эта норма уже действует вот с июля этого года. Вот, это что касается собраний. Но вообще изменений достаточно много, которые касаются капитального ремонта. Еще раньше, в начале года были изменения, когда дали право владельцам спецсчетов быть управляющим компанией. Вот, если собственники, конечно, так решат. Раньше нельзя было открыть специальный счет на ТСЖ, где несколько домов, теперь это разрешено. Вот, можно принять такое решение и через полтора года открыть такой спецсчет. Но на каждый дом в любом случае отдельно такой специальный счет. Ну и вообще, как бы, вектор немножко поменялся. Если раньше политика такая была немножко, что нужно все-таки в общий котел платить, да, то сейчас, в общем-то, никаких препятствий никто никому не чинит, да. Если люди решили, если собственники на собрании решили открывать свой специальный счет, то им будет зеленый свет, они такое решение примут. Но я бы вот все-таки призывала всех, прежде чем такое делать, подумать. Потому что дома все разные, сроки проведения ремонта у всех разные. Потому что зачастую необдуманно открывали спецсчета, дома, где там совсем маленькое количество квартир и ремонт, к примеру, в 2016 году. Понятно, что денег они на свои спецсчета просто не успеют. Вот, и кроме того, очень важно, если люди в этом доме понимают и сознательно, и есть доверие, к примеру, да, к управляющей компании или к ТСЖ, тогда, да, они готовы. Собираемость платежей там, ну, по крайней мере, больше 80%, да. Потому что мне вот как к председателю ТСЖ тоже обращаются люди и говорят, давайте попробуем свой спецсчет. Вот, на что я говорю, что у нас пока нет рычагов воздействия на тех, кто не будет платить. Мы даже основные средства сложно собирать, да, в судебном порядке взыскивать приходится. Да, а здесь нам еще придется вот и по этим делам работать, взыскивать в судебном порядке дополнительные затраты. Кроме того, это отдельные квитанции, соответственно, нужно оплачивать и бухгалтеру дополнительные какие-то деньги. Вот, и кроме того, у нас сейчас изменения, вот, в жилищный кодекс, о чем говорят, что если больше 50% собственников не будут оплачивать, а при открытии спецсчета нужно ежемесячно отчитываться в жилищную инспекцию, у жилищной инспекции есть право эти деньги передать в фонд капитального ремонта, в общий фонд. Поэтому тут надо очень серьезно... Но попробовать можно, да, попробовать можно. Если да, если собственники ответственные и готовы платить, потому что, ну, многим еще не ясно, что это такое, да. Вот, поэтому тут надо смотреть, исходя из конкретной ситуации, какая она в доме. Я считаю, что пока в нашем доме, например, не готовы мы еще к открытию спецсчета. Поживем, увидим. У нас еще 23-24 год, поэтому никто нам не мешает там через несколько лет это сделать. Вот, когда уже люди поймут, что это такое, вот, а пока пусть этим занимается фонд капитальный. Есть дома, которые успешно собирают эти деньги, вот, и делают даже уже какие-то ремонты, потому что если они задумали какой-то ремонт, и на этот вид ремонта у них есть деньги, они могут сроки подвинуть. Вот, поэтому тут вот как бы все конкретно, исходя из конкретной ситуации в доме. Наталья Викторовна, поступает уже первый вопрос от телезрителей. Есть определение Верховного суда от 4.06.14 года, что плата за капремонт для собственников жилья не является обязательной, так как Конституция Российской Федерации не предусматривает плату за несуществующие услуги. Кому в данном случае верить и что делать? Вот действительно, некоторые просто бойкотируют, не платят и говорят, я ничего не подписываю. Ну, знаете, можно любые решения Верховного суда подтянуть, можно, да, любые, там, нормы притянуть. Я считаю, что у нас есть жилищный кодекс, в связи с которым у нас есть обязанности. Здесь не оказаны услуги. Мы собираем фонд капитального ремонта, мы копим на капитальный ремонт, а не оплачиваем какую-то не оказанную услугу. И я считаю, что в этом плане как раз к жилищному кодексу и к нашему местному закону не придраться. Но когда люди не хотят платить, они, в общем-то, можно, да, какую-то позицию обосновать, что там это какой-то фонд, в который мы не вступали, не являемся членами, хотя членами фонда вообще быть нельзя, да. Вот, но, как бы, при желании можно любые вещи, как бы, подвести под закон. Я считаю, что обязанность по закону у нас есть. И вообще, как бы, эта идея неплохая, потому что собрать деньги в одночасье, вот, ну, как бы, на, допустим, замену инженерных систем в доме, это очень сложно, на самом деле. Я просто это говорю, потому что я, председатель ТСЖ, знаю, как тяжело собрать деньги. Вот. И у нас все расходы несут собственники по жилищному кодексу. Ну, нравится нам это или не нравится, оно так есть, да. Вот. И поэтому в любом случае такой закон нужен. Другой вопрос, что очень нас беспокоит реализация этого закона. Как он будет? Будут ли эти деньги сохранены в фонде, да, у людей? Определенное недоверие есть. А сам закон, я считаю, что он нужен, потому что, ну, мы же видим, что дома наивее не становятся. У государства нет таких средств, чтобы это все ремонтировать. И, в общем-то, многие люди, мое мнение разделяют, даже в моем доме у нас неэлитное жилье людей, и даже готовы фонд отдавать, и понимают, что за эти деньги будут ремонтироваться в настоящее время другие дома. Вот. И что обязанность такая по закону у них есть, что единственный момент возникает, когда вот спрашивают, а как вот нам? Люди подходят, спрашивают, нам платить или не платить? Вот как я, как председатель ТСЖ, должна им сказать, да? Потому что где-то власти там далеко, а я здесь и рядом. И если что-то пойдет не так, то виновата, конечно, всегда буду я. Вот поэтому я говорю, ну, взрослые мы люди все, у вас есть обязанность по закону. И, кроме того, есть изменения в жилищный кодекс, по которым будут пения, уже есть исковые заявления. Это с нового года, да? Уже в июльских изменениях. Вот. То есть рано или поздно, но, конечно, фонду еще пока тяжело, да? Они там пока только-только начали работать. Поэтому взыскание за должность, конечно, у них пока еще, ну, минимальные там поданы иски. Есть нюансы определенные, по которым они не могут большое количество исков подать. Но я думаю, что это дело времени. Вот. И лично я плачу и платить буду. И считаю, что это хорошо и должно быть. Единственное, хотелось бы, чтобы действительно кто-то очень жестко заследил за использованием этих денег, чтобы они, их не съела инфляция, да? Вот поэтому, на самом деле, люди правильно, как бы, вопросы-то правильно задают. Ну, там говорят, вот, там, пожилые люди, да? А как мы? А как мы, может быть, не доживем? Есть такие разговоры. Ну, у них есть наследники, которым придется тогда потом нести это время расходов. Поэтому надо быть честными, я считаю, сказать открытой правду, да? Что все должно производиться за счет собственников, потому что мы собственники, никто за нас ничего не сделает. Какой бы способ управления не был выбран на доме. Вот. Поэтому платить надо. И можно найти тысячу всяких там ссылок на и Верховный суд, и еще как-то. Вот. Я не видела это решение, не могу сказать. Вот. Но, тем не менее, жилищный кодекс, он есть. И платить надо. Следующий вопрос. Счетчики на воду установили, но мы не можем зарегистрировать. Могут ли к нам прийти из ТСЖ или управляющей компании опломбировать и посмотреть правильность их установки? Марина Владимировна. Ну, не то что могут и обязаны. Вы установили приборы учета. Это не лицензированная деятельность. Это может сделать любая организация. Может сам человек сделать, если ему не нужно там отключать там воду, да, кран перекрывать. Вот. Должен прийти ТСЖ, в управляющую компанию, написать заявление о том, что он просит ввести в эксплуатацию прибор учета, дать там копию паспортов, даты поверки, там все такое будет переписано. Вот. Если даже управляющая компания не придет в течение месяца, или ТСЖ не придет, и не опломбирует, и не проверит, все равно счетчик будет считаться введенным в эксплуатацию, даже если никто не пришел. Если, главное, вы написали заявление, оставили его в управляющей компании, прибор учета считается введенным в эксплуатацию. Причем не может управляющая компания или ТСЖ навязывать какие-то определенные приборы учета. То есть какой выбрал человек, если у него есть документы, если он сертифицирован этот счетчик, как положено, прошел поверку, то его обязаны ввести в эксплуатацию. В 354-м постановлении сейчас исчерпывающего достаточно, ну, как бы, достаточно, есть глава специально, она достаточно исчерпывающая, все там написано, как ввести прибор, какой он должен быть. Вот. Единственное, что при, когда устанавливают прибор учета, хочется, чтобы все-таки собственники тоже понимали, что прибор учета, он ничего не экономит. Как? Он только лишь считает. Он считает ваши затраты. Вот в основном, основной посыл для установки, чтобы сэкономить средства. Нет, экономить, если мы можем, да, если мы привыкли, готовы к экономии, когда мы будем закрывать воду, когда мы лишний раз ее лить не будем, да, будем как-то правильно использовать ресурсы, тогда, конечно, мы сэкономим. Но прибор учета, он только показывает истинную картину вашего расхода. И не всегда бывает так, что, и мы сталкивались с этим, у нас порядка трех квартир, которые установили прибор учета. И стали платить еще больше. Первые несколько месяцев у них реально были показатели выше, потому что они не привыкли экономить, они думали, что по прибору учета. И многие так почему-то заблуждаются, говорят, что вот по нормативу больше, а по прибору учета. Пока не поставлен прибор учета, невозможно. Можно же даже и поставить прибор учета, но не вводить его в эксплуатацию, а посмотреть, там, какое-то время, как он работает, и какие у вас сравнить, какой объем вы потребляете, а потом уже обратиться в управляющую компанию там через несколько месяцев к тем, чтобы прибор ввели, дать показания на эту дату. То есть как бы все возможно. Поэтому прибор не экономит. Ну и хотелось бы все-таки призвать собственников, чтобы они понимали, что очень сложно с приборами учета, что они обязаны давать показания ежемесячно, что нельзя никаких манипуляций, потому что, и, кстати, будут изменения, не планируются, что будут антимагнитные пломбы, потому что вмешательства, они тоже там есть. Очень много. Весь интернет забит тем, как сделать так, чтобы прибор учета там недостоверные данные показывают. А реально, если есть прибор учета общедомовой, это же все ляжет потом на всех. Разделится. Ну, к сожалению, почему-то кажется, что это кто-то там заплатит. А когда есть прибор учета, и разница, и у всех стоят приборы учета в квартирах, а разница откуда-то берется, никакой аварии не было, нигде не было утечек, то напрашивается, и это не секрет, с этим сталкиваемся. Еще сталкиваемся с неоправданной экономией, когда люди этой водой и моют, и стирают, и потом пользуются и ванной. То есть очень маленький расход. И, кстати говоря, это очень плохо сказывается на трубах, которые канализационные, если они постоянно не знают про ток воды. А такие случаи есть, особенно в домах, где много людей пожилых. То есть они не привыкли, наверное, ну, наверное, жизнь их так вот научила, что нужно на всем экономить. В общем, даже со счетчиками бывают перекосы какие-то. Кажется, что установил и решил все проблемы. А, к сожалению, у нас нет ответственности. То есть человек должен помнить, что он ежемесячно должен дать эти приборы. Если он перестал работать, нужно срочно пойти об этом доложить, что не работает. Никакой беды-то в этом нет. Если он у вас перестал работать в течение нескольких месяцев, по-среднему будут начислять. Никаких санкций не будет жестоких. Вот поэтому лучше пойти, потому что потом возникнет путаница, какие-то там упреки, взаимные непонимания. Да, будет казаться, он прав или... Поэтому лучше пойти и сразу сделать, как положено. Но, к сожалению, пока такой ответственности нет. И вот особенно нам, кто работает, то сталкивается с этим постоянно. Это очень большая проблема. Нам приходится уговаривать, звонить, посылать слесаря и электрика в квартиру, чтобы они нам сняли показания. Но мы-то как бы... Так как у нас отдел по работе ТСЖ и ЖСК, я на своем примере привожу, да, но это проблема та, которая есть у всех, к сожалению. Вот. Когда мы с этой проблемой сталкиваемся. Вот. У нас немножко жители не как в управляющей компании, у нас немножко избалованные. Вот. И они считают, что если к ним один раз слесарь пришел или электрик, то он так и будет. Теперь каждый месяц приходить и показания снимать. Это уже теперь его обязанность. Вот. Ну вот, к сожалению, оно так. А может быть, к счастью, когда мы приходим, мы видим состояние прибора, учет, мы можем отследить где-то что-то. Вот. Посмотреть, как... Дополнительный контроль, да, как бы информация. Следующий вопрос. Со следующего года будет одна квитанция. И там будет капремонт и оплата за квартиру. Что? Значит, будет два счета в одной квитанции? Вот действительно говорят, что теперь ремонт включит в основную квитанцию, да, и мы уже все будем обязаны платить. Уже не по желанию, кто хочет, не хочет. А вот одна квитанция платите за все. Вообще, как бы, как может быть одна квитанция? Это разные счета. Ну вот и говорят. Есть такие слухи, что такое будет. Нет? Говорить многое, что можно. Я считаю, что это будет незаконно, потому что, может быть, технически как-то это возможно сделать, но тогда с этой квитанцией должны деньги поступать в любом случае на разные счета, потому что деньги капитального ремонта они не должны попасть на счет управляющей компании или на счет ТСЖ и ЖСК. Вот. И я считаю, мое мнение, что квитанция должна быть отдельная, вот, потому что деньги пришли, они не могут вообще ни на сколько, ни на какое время попасть на счет ТСЖ, потому что есть такое мнение в управляющей компании. Вот. Единственный момент, это когда есть какие-то специальные программы, когда можно там расщеплять платежи и сразу из одной квитанции там с несколькими штрих-кодами, но не знаю, как на это посмотрит жилищная инспекция, потому что мое мнение, что все-таки квитанция должна быть одна и деньги по этой квитанции должны четко поступить на специальный счет. Квитанция за капремонт отдельно. Да, я считаю, что да. Понятно. Следующий вопрос задает Валентина Константиновна. Мне 74 года, Южная, 3, Петра Дубрава. Нам сделали ремонт, подвал отремонтировали за свой счет, но крыша у нас не сделана, крыша течет, и теперь за капремонт платим, а крышу сказали, что сделают еще только в 2020 году. А если дела не терпят отлагательства, почему же не пересмотрят сроки капремонта, ведь мы же это делаем за собственные деньги, а ремонта нам не дают. Вот уж действительно. Ну, видимо, один вид ремонта все-таки сделан. Один-то, да, а крыша течет, ее запланировали на 2020 год. Ну, действительно, здесь не стыков. Понятно, что хочется всем сразу, да, в этом году. А может, вот это вот тогда крыша перейти в текущий ремонт, не в капремонт? Если это частично, если это протекает, если это частично какой-то ремонт, то, конечно, можно его отнести к текущему. У нас вообще нет такой четкой градации между текущим и капитальным. Некоторые до сих пор путают действительно и текущие капитальные. Ну, по капитальному ремонту, который вот по региональной программе, он как бы там... А чтобы, Наталья Викторовна, что бы сделали в этом доме текущий ремонт, вот не капитальный? И что нужно Валентине Константиновне сделать? Ну, нужно собраться на собрание, нужно утвердить план текущего ремонта и поставить в план текущего ремонта какие-то работы... Не на 2020 год, а раньше, прямо на следующий. Да, в этом году. Естественно, собственники должны это профинансировать. Но я думаю, что здесь они собирают какие-то деньги на текущий ремонт, поэтому им нужно с управляющей компанией договориться о том, что первоочередной по текущему ремонту они какие-то... Сделают ремонт какой-то частичной кровли. Либо нужно обратиться в жилищную инспекцию с тем, чтобы они вышли на дом и пересмотрели сроки. Да, если это уже совсем критическое состояние, когда действительно опасно, может быть, даже для жизни, то жилищная инспекция выйдет, будет такой документ, и программа, она у нас актуализируется каждый год. Возможно, ну, как бы, знаете, просящему дают. Люди, которые активные, они получают больше, чем другие. Вот. Либо и с управляющей компанией этот вопрос решать, и с жилищной инспекцией. Вот. Но, еще раз повторюсь, ну, на самом деле, так не бывает, чтобы всем сделали в одночасье. Ну, фонд существует совсем недолго, вот, и он еще не успел накопить таких денег, чтобы всем сразу... Нам всем хочется. Следующий вопрос. Улица Хасановская. нам обещали сделать ремонт по плану в 2012 году. Мы платим за капремонт. Мы с женой оба больные люди. Нам так дальше жить невозможно, и платить мы боимся. Боимся не дожить до этого времени, когда будет сделан ремонт. Ну, мы об этом уже говорили, что, конечно, это странно, да, что, ну, это вложение в будущее, там, допустим... Ну, вот такая ситуация, что если нет наследников, я не говорю конкретно про вот эту пару, а вот вы говорите, это же кому-то что-то достанется, перейдет. А если вот пара семейная, которой некому передать, которым некому, вот, вкладываться для того, чтобы я там передам детям, внукам и так далее. А вот в такой ситуации что делается? Ну, в такой ситуации будет наследником государства, зачем тогда квартиру приватизировать? А зачем тогда вот я буду платить и отдавать государству? Ну, если у нас квартира не приватизирована, да, если она принадлежит государству, то она и платит само за капитальный ремонт. То есть собственники только платят. Если квартира не муниципальная, никому она... Потому что, ну, зачастую всем же понятно, что люди пожилые, для чего они ее приватизируют собственно? Чтобы кому-то передать потом. Если нет такой ситуации, то зачем тогда ее приватизировать? Потому что в этом случае за капитальный ремонт платит собственник, и платить людям вообще за это ничего не надо. Поэтому тут всегда как бы надо смотреть, что интереснее, либо передать квартиру, что выгоднее. Ну, понятно, что, я говорю, очень сложно, конечно, понять, что ты платишь, а неизвестно, когда ты это все увидишь своими глазами. Вот как уже поднимался вопрос за услуги, которые мы не можем пощупать, увидеть, оценить. Нам бы хотя бы их на соседних домах увидеть и оценить. Вот когда это будет видно, хотя бы на каком-то количестве домов, куда люди могут там идти по своему району и видеть, что вот уже эти дома, да, хотя бы мы их туда можем послать и сказать, давайте сходите, да, посмотрите, вот видите, не обманули, вот действительно сделали. А теперь наша очередь. Вот, кстати, фонду как ремонта региональному можно вот эту инициативу взять в свои руки? Ну, мониторинг есть и ходят по домам, и спрашивают жителей, наш отдел в том числе по некоторым домам ТСЖ и ЖСК, и ходят, где-то хорошо, где-то есть, где-то очень хорошо, прям никаких это есть недочеты, которые активные граждане должны следить, все равно нужно следить. Да, конечно, ну а иначе никак не бывает. Вот, поэтому тут, конечно, очень серьезно. Следующий вопрос о капремонте в новостройках. Нужно ли платить нам, если мы в новом доме живем, с первого дня заселения, или же начать платить после какого-то срока эксплуатации дома? Вот уж действительно, заселился в новый дом и начинаю с первого дня платить за капремонт. Тоже кажется странной ситуацией. Только те, кто поставлен в региональную программу, будут платить. Если дом не стоит в региональной программе, то, соответственно, у него нет обязанности по оплате. Вот это нужно узнать сначала. Да, конечно, надо посмотреть. Если дома нет, то квитанции неправомерны. Кроме того, изменения в жилищный кодекс первые пять лет на новостройке будут освобождены от оплаты капитального ремонта. Это со следующего года они... Нет, это уже есть, да, это действует, да. Поэтому те дома, которые сейчас будут вводиться в эксплуатацию, то, скорее всего, я думаю, их не будут вставить в программу региональную. Вот. Ну, наверное, это справедливо, потому что люди платят большие деньги. Хотя бы после пяти лет начать. Да, да, люди платят большие деньги, они только купили новое жилье. И, кроме того, по законам установлены сроки износа определенного оборудования, да, то есть они пока даже еще не могут попасть под эти сроки. Но в любом случае надо посмотреть программу. Потому что, действительно, новый дом, а вдруг уже начнут присылать квитанции, включат, пусть денежки собираются, как хорошо. То есть это все тоже нужно контролировать. Конечно, конечно. Следующий вопрос. С квитанцией у нас уже идет содержание жилья и ремонта, а мы еще за капремонт должны платить. Вот действительно у нас квитанция есть, содержание жилья, ремонт. В структуру платы за содержание и ремонт входят услуги по управлению в квартирном доме, услуги по содержанию текущей печи и текущий ремонт. А капремонт отдельная питанция. Капитальный ремонт в структуре платы идет отдельной строкой, уже изменения эти есть. Это разные вещи. Это совершенно разные вещи. Но у нас виды капитального ремонта определены. Это замена инженерных систем, это кровля, это фасад. А по текущему ремонту все, что происходит в доме, замена двери какой-то, окон в подъезде, текущий ремонт подъезда, всякая небольшая работа, окно разбили. Это все относится к текущему ремонту. Это все в законе есть, прописано, это все можно посмотреть. Я понимаю, что сложно ориентироваться, потому что очень много принимается новых постановлений, законов. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы как раз этим занимаемся. Мы готовы помочь, разъяснить. Потому что отсутствие информации порой очень... Видим, что даже создаются новые ТСЖ. Да, люди не понимают, платят денег все больше и больше. А куда все это идет, не очень в этом ориентируют. И когда объясняешь, то есть они понимают, что это по закону, что это так надо. Потому что собственники обязаны нести время расходов не так, как им захочется, а в соответствии с законом. Выполнять требования пожарной безопасности на своих домах. И охраны труда, если у них, допустим, ТСЖ, там свой штат работает. И много-много разных. И по газу, содержание газового оборудования. Поэтому, может быть, мы хотели бы от чего-то отказаться, но мы не можем в силу закона. И когда мы это людям объясняем, они, в общем-то, понимают и говорят, что почему вот нам раньше про это не сказали, а почему мы этого не знаем. Но, к сожалению, нет у управляющей организации ТСЖ, обязанности законы читать и рассказывать своим жителям. Поэтому зависит, как вот это сложилось. Если рассказывают, объясняют, то, в общем-то, основная масса людей понимает. К нам дозвонились из города Сызрань. При оформлении или же получении справок или субсидий, когда оформляют, обязательно спрашивают квитанцию об оплате. И если ее не предоставляешь, то не выдают эти справки. Насколько это законно? Вот действительно, я лично тоже сталкивалась с этим, что идешь за справкой. А вы оплатили? Смотря какая справка. Если вы, конечно, попросите справку об отсутствии задолженности, а у вас она есть, вам ее никто не даст. Если эта справка куда-то о составе семьи, то, конечно, это неправомерно, это незаконно. Но надо же тоже понимать, что рычагов, к сожалению, по взысканию задолженности у нас очень мало. Да, и порой, что действительно у нас просто нет возможности по-другому реагировать. Хотя, конечно, это неправильно, незаконно. И бывает так, что эта справка необходима. И замкнутый круг. Конечно. Человек не может получить справку, не может получить субсидию. И сейчас законом разрешено, что можно, даже если есть задолженность, и органы соцзащиты принимают соглашение между управляющей компанией ТСЖ или ЖСК о том, что будет погашена задолженность. Это соглашение берется вместо справки об отсутствии задолженности. Человек уже будет получать. А если, когда он не будет платить, ему дают субсидии, он не платит больше, это соглашение просто будет аннулировано. И уже второй раз такого не будет. А фонд капитального ремонта, да, он действительно сейчас, как говорят, платить или не платить. Те, кто получают субсидию какие-то, какие-то еще там льготы, они не смогут не платить за капитальный ремонт, потому что эти справки у них будут требовать, и уже требуют. Да. Следующий вопрос. Улица Гая, 37, пятиэтажный дом. Нам не присылают квитанции за капремонт. Мы узнавали и нам сказали, что наш дом снесен, дома такого нет, и как нам теперь быть? Николай Андреевич, вот действительно, вот в базе, значит, вот у этого центра регионального, такого дома нет. Ну, возможно, управляющая компания не подала сведения. Я не могу сказать, может быть, это дом аварийный, сложно сказать, почему он, надо посмотреть. А вот к кому обратиться, вот, чтобы вот это все выяснить? Ну, можно в фонд капитального ремонта обратиться. Вот они обратились и сказали, что у вас нет, вы снесены. Ну, я не знаю, сведения, ну, можно и в жилищную инспекцию обратиться, но масса вариантов, можно в свою администрацию, в районную. Скорее всего, на месте они лучше знают, и тем более, что все-таки в программу-то дома подавали администрации районные. Значит, можно начать с районной администрации. Да, наверное, лучше начать с нее, и там уже конкретно выяснить, почему так произошло. Следующий вопрос. Что будет, если я не буду платить за капремонт? Ну, я уже сказала, что обязанность по закону есть, либо в судебном порядке, да еще и предъявят судебные издержки, госпошлину или пене. Да, и если есть необходимость получения каких-то льгот и субсидий, просто... А при продаже никто не купит с такими долгами квартиру? Новые владельцы скажут, собственник скажет, заплатите, а потом... Если у нас по основной, по содержанию жилья и коммунальным услугам, долг не переходит на нового собственника с момента регистрации права собственности, обязанностей возникает, а по капитальному ремонту они как раз будут переходить. Вот, то есть, как бы, новый собственник обязательно поинтересуется. Да. А оплачено или нет, и уже придется оплатить. Поэтому при переходе права собственности однозначно тут уже никуда не деться. Даже если вы своим детям оставите квартиру, то этот долг ляжет тогда с вами. Да, совершенно верно. Поэтому так и будет. Мы платим за ремонт, а нам его не делают. Ну, вот это, наверное, есть определенные сроки. Вокруг этого всего, да. Знаете, вот остается не так много времени. Вы, как эксперт, хотелось бы оценить рынок управляющих компаний, который сложился в нашем городе. И вот альтернатива ТСЖ и ЖСК. Вот насколько она является такой достойной альтернативой сегодня управляющей компании. И нужно ли вот ТСЖ все-таки в своем доме организовывать? Или 33 раза подумать, прежде чем ТСЖ... Ну, подумать, наверное, надо и не 33, а больше, потому что все зависит от того, ни в каком состоянии как раз дом. Потому что если дом в плохом состоянии, то тем более... Некоторые говорят, хрущевка, даже какую-то СЖ там. Ну, посмотрите, ЖСК, который управляет по 60 лет своими домами на хрущевках, они замечательно живут, у них замечательная территория, у них дом в хорошем состоянии, и крыши, и инженерные системы. Это говорит о том, что маленькие дома успешно справляются. Если дом в плохом состоянии, значит, тем более надо задуматься, иначе он будет еще в более плохом. Но я считаю, что создавать ТСЖ, потому что, на самом деле, ну, наверное, это правда, и никто спорить не будет, неприятно говорить, да, но нет у нас сегодня управляющих компаний, я таких не знаю. Может быть, они где-то и есть, какие-то небольшие, да, вот. Но, к сожалению, я не могу сказать, что вот выбирайте вот эту управляющую компанию, она точно будет работать хорошо. А при создании ТСЖ, неважно какой дом, я считаю, какие люди в этом доме живут, если есть инициативные люди, если все остальные готовы договариваться... И вы готовы тоже помочь? Скажите ваш телефон, что вы... 332-14-78, готовы... 332-14-78, да, готовы помочь и в проведении собрания, оформить бюллетени, решения, уведомления, готовы пойти и помочь в регистрации, в заполнении всех документов. Не тратьте деньги на юристов, вот, приходите, потому что, на самом деле, это достаточно сложно, но... Спасибо огромное, спасибо, обращайтесь по озвученному телефону, спасибо вам за внимание и активность, и вам за участие, всего хорошего. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова